В телевидении Комсомольская правда мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. В течение этого часа будем обсуждать нелёгкие отношения, которые сложились у персон, которых принято называть вип-персонами, звёздными персонами и теми, кого называют папарацци. Ну, конечно, они понимают, что друг без друга прожить им невозможно, но иногда у звёздных персон нервы не выдерживают и начинается рукопашное. Причём кто-то действительно вступает с папарацци в настоящие схватки, и люди от этого страдают даже физически. Ну, а кто-то, я вновь говорю и о звёздах, и о папарацци, пытается отстоять свою правду в суде, то есть идут юридическим путём. Но в данном случае мы и попытаемся выяснить, а кому, собственно, нужна вся эта правда о звёздах, нужна ли она вам, обращаюсь я к нашей телерадиоаудитории, ну и, конечно, наши гости им тоже выскажут своё мнение. Итак, я представляю тех, кто собрался здесь, в этой студии. Я приветствую певицу Настю Крайнову. Настя, здравствуйте. Также с нами в студии писатель, бизнес-тренер Никита Непряхин. Никита, добрый день. Фотограф Ирина Васильевицкая. Ирина, здравствуйте. Здесь по эту руку от меня, по правую, да, левая это к сердцу, правая это, скорее, куму. Куму будут звать отца Маскова Штейд, журналист. Здравствуйте. 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 А также с нами в студии Папарацци Экспресс, газета Руслан Вороной. Ну и, конечно, фотокорреспондент комсомольской правды Евгения Гусева. Вот, собственно, с Жениной историей мы и начнём нашу сегодняшнюю программу. Итак, очередной виток судебной тяжбы. Но, если кто не знает, я думаю, что сейчас мы в двух словах объясним, как сложно сложились отношения у Жени Гусевой и Валерия Меладзе. Да, моя история имеет уже год, как всё началось. Сегодня было очередное заседание по нашему делу с Валерием Меладзе. То есть, в двух словах, год назад был инцидент, во время которого Валерию Меладзе не понравилось то, что я его фотографирую, и он решил помахать кулаками, отобрав у меня фотоаппарат и, соответственно, нанеся мне телесные повреждения. Год назад всё это произошло. Сейчас начались суды, неожиданно для всех, на которые он не является. Вот сегодня было у нас очередное заседание. Опять не пришёл ни Меладзе, сегодня не явился ни его адвокат. Но, в общем, всё принесли на 21 августа. Ну, то есть, история затягивается, и понятно, что в скором времени она не разрешится. Хотя есть разные примеры. Есть примеры того, как издания отстаивают своих журналистов, понимая, что они невинно пострадали в этой схватке селебрити. Но и есть, разумеется, обратные истории, когда звёзды пытаются доказать, что именно они правы, и папарацци не имеют права нарушать их личное пространство. Но поскольку есть взгляд заинтересованного человека, всё-таки, Жень, ты у нас погружена в этот конфликт, есть взгляд о человеке, который наблюдал за всем этим со стороны. Я сейчас просто для того, чтобы эту ситуацию как информационный повод нам подать, хочу объяснить, что он также присутствовал при вот этой погоне отца Каштая. Отца, что вы-то видели? Ну, я хотел бы сказать, что, в принципе, весь корень зла лежит в том, что мы относимся к этому как к чему-то такому сверхважному. На самом деле, это часть нашей общей с звёздами шоу-программы. И надо относиться как к шоу. Просто, а когда происходит выход за рамки вот этой условно шоу-программы, то происходит выход, значит, мы выходим за рамки и приличия также. Ну, а какой кодекс чести есть? Вот есть кодекс чести вообще у папарацци и, соответственно, такой же кодекс чести у, в данном случае, ну, будем так говорить, звёздных лип-персон. То, что мы понимаем, это абсолютно точно, что вдруг в друге эти две стороны заинтересованы. Вы знаете, в любом случае, конечно, заинтересованы и папарацци, да, и те, кто пишут о нас. Мы заинтересованы в этом, потому что это наш пиар, это наши концерты, наша популярность. Мы друг без друга существовать, в принципе, не можем, да. Ну, так вот жизнь поставила нам такие правила. Но тут получается такая история, что девушка рассказывает со своей, да, стороны. Я, к сожалению, я не знаю прям точно, но вот у нас, по крайней мере, да, в такой вот, в нашей тусовке, да, то есть исполнителей, артистов, у нас почему-то ходит такое, что он просто, он её не бил, я просто, я не знаю, да, он прям вас действительно ударил кулаком или как-то. Ну, понятие ударил, я не могу сказать, что это было вот именно вот... Мне просто сказать, что вы как спотыкнулись, и он помогал вам встать. Ну, я видел, как это было, я находился. Но только не потому, что вы из одной, скажем так, вот, компании, скажем так, из одного ранга. Да. Вот просто вот со стороны, вот вы вот видели, прям вот это было куда. Ну, давайте, наши телезрители, секундочку, я хочу обратить внимание, наши телезрители сейчас видят, что происходило вот в тот момент, и каким образом Валерий Меладзе пытался поднять Женю Гусеву, ну, если мы сейчас говорим об этой версии. Вот что вы порекомендуете в этом случае делать? Призвать его к совести, ударить по лицу или унизить? Я думаю, что, вот, знаете, кавказскому мужчине не стоит себя так вести. Я вам как южанин говорю, я знаю эту идеологию. Бежать по Садовому кольцу за русской девочкой с фотоаппаратом, не с оружием, с фотоаппаратом, который дает тебе, твоему имиджу, жизнь, продолжение, он пиарит тебя, бежать за ней и кричать, отдай флешку, она падает, вместо того, чтобы ее поднять, он ее еще... Не отдай флешку, а я тебе там угрожал, и я тебе разобью в топпарат, дай мне, я его разобью. Я считаю, что он сам себя унизил, и ему это простится, и сойдет с рук, так же, как то, что сойдет с рук и уголовный наказал. Руслан, это единичный случай, вот, поскольку вы человек, который работает в экспресс-газете, понятно, что уж кому-кому, журналистам именно этого издания, как правило, и приходится все синяки, шишки, тумаки, разбитые камеры и все прочее на себе испытывать. Случай, конечно, не единичный, это постоянно, это часть нашей профессии, просто тут он сам побежал, чаще всего они охранников посылают, которые там отбирают, милицию подключают, которые им с удовольствием за деньги подыгрывают, поэтому там разные приемы есть. Ну, с мужчинами, наверное, им сложнее, это девушка, а не побежал, он там ударил, побежал бы так за мужчину, он бы не побежал. Ну, не ударил, ну, не ударил, там, вот, я вот, по крайней мере, то, что видела, конечно, я ни в коем случае его не оправдываю, это действительно некрасиво, как южанин, он, ну, вообще, в принципе, как мужчина, он поступил некрасиво, абсолютно не поддерживаю, но тут, конечно, еще монтаж очень красивый, прям два раза так вот сделано, что он ее прям пихнул. Это не монтаж. Ну, там два раза, там видно. А, это снимал на две камеры просто. Ну, на две камеры, не знаю, ну, два раза, да, прям видно, как вот, ну, смонтировано красиво, конечно, ничего не так. Но он прям так вас там неудачил, да, он схватил, но это был, я думаю, что это был некий такой вот, ну, у него гнев, конечно, он абсолютно не прав, что он так поступил, и так нельзя поступать, но вы же, ну, вот согласитесь, что вы идете вот на это все, вы прекрасно знаете, когда вы идете. Вы зачастую фотографируете как-то там, ну, из-под тишка, бывает моменты, которые пишут, но это ваша работа, понятно, как бы, невозможно этого не было. Можете объяснить, вот какого тишка, я понимаю, если Евгения Гусева, пробравшись в, я не знаю, там, в спа-салон, обнаружила Валерия Милан, ну, неважно, какую персону, обнаружила в неглиже, прикрытого там исключительно фиговым листочком, и тайно из, я не знаю, стола массажного его сфотографировав, ну, наверное, да, он имел право предъявить ей претензии. Смотрите, мы не знаем ситуации, какая там была ситуация, кто стоял рядом, что происходило, мы в любом случае, и даже сейчас, если мы будем выяснять, мы ничего не выясним. Во-вторых, ни одному журналисту, вы со мной согласитесь, неинтересно писать про то, что Настя молодец, красиво вышла, прошла и пошла, это неинтересно никому. То есть им нужна какая-то изюминка, им нужна перчинка, им нужно вот, чтобы вот она прошла по красной дорожке, подковырнулась, подскользнулась, упала, у неё выпала правая грудь, увидел какой-то великий человек, понимаете? А я вот хочу спросить Ирину Васильевицкую, вот ей удаётся, как это ни удивительно, будучи фотографом, всё-таки сохранять хорошие отношения со звёздами и даже, я бы сказала, какие-то такие возвышенно-художественные отношения. Ирина, вот как у вас, вы из-под полы, из-под тишка, там, из засады не фотографируете? Немножко другой вид работы, я фотограф не папарацци, и я снимаю репортаж, но тем не менее, я делаю чаще больше постановочные фотографии, соответственно, люди, простые люди, политики и звёзды просят меня сфотографировать их сами. Более того, даже сами платят мне за это деньги, соответственно, я немножко в другой... Но это как парадный портрет? Как парадный портрет, как пресс-портрет, может быть, как просто для себя бывает, часто люди заказывают фотосессию, чтобы повисеть на стену свой портрет. То есть вы честно получаете заработанные деньги? Да, совершенно верно. Да, правильно. И мы честно получаем заработанные деньги. Да, вот теперь вопрос, а вы считаете, да-да-да, а вот те деньги, которые зарабатываете вы, они окупают те моральные и прочие потери, вплоть до физического ущерба, вплоть до потери аппаратуры, всё это оправдывается? Ну, Валерий Меладзе, конечно, замечательный, великий, потрясающе, удивительный, фантастический певец, спасибо, что вы есть. Но Валерий Меладзе, как мы понимаем, не Тим Бёртон, не Мадонна и не... ну, тут можно перечислять, да? Стоит вот это падение, разодранные коленки, разбитая аппаратура и моральный ущерб того, чтобы всё это получать от Валерия Меладзе? Ну, конечно, с одной стороны, это всё не стоит, но с другой стороны, это часть нашей работы. Кто же виноват, что в нашей стране достаточно мало таких звёзд, точнее, ну, как бы их действительно очень мало таких вот. Я не соглашусь с вами, потому что до этого вот, ну, да, вот вы фотографировали, да, у вас место работы очень хорошее, но до этого не знали, кто вы, что вы. А вот вы, понимаете, вот за вами побежал, да, пусть такой вот, как сейчас мы говорим о том, что неизвестный, да, а на самом-то деле известный на всю Россию. Россия всё-таки у нас огромная страна, и гордится Мадоннами и всеми остальными, они живут там, за кордоном. Мы живём здесь, в России, у нас есть замечательные артисты, потрясающие артисты, зато теперь вас знает вся страна. Да, пусть, ну, не с той страны хорошего. А что бы там хорошего, что... Подождите, а какая статья? Можно узнать статью? Жень, что инкриминируется? Кто, да, сейчас... Кто на кого подал? Нет, нет, парень ревелации. Ему инкриминируется статья 116-я часть 1-я, это, ну, как бы... Нанесение телесных повреждений лёгкой тяжести. Да, лёгкой тяжести. А мне статья уже уголовная тоже, в ложном доносе. Слава богу, что не в избиении. А кто первый-то, собственно говоря, обратился в суд? Первая обратилась в милицию я, потому что на меня было совершено нападение. А цель какая этого была? Вы что хотите? Денег или... Денег я не хочу. Наказание справедливого. Я хотела бы, во-первых, извинения. Вот и всё. Собственно, я никаких ни денег не просила, ничего. По сути, даже если бы элементарно не было видео какого-то, да, это было вообще недоказуемо. А тут, ну, как бы, есть какие-то данные, что действительно вот он, факт есть. И причём есть постоянно какие-то нападения, да, другими звёздами, когда они распускают руки и себе позволяют это. Но доказать это невозможно. А тут вот оно, вот прям на лицо, где всё видно. То есть это месть за братью всю профессиональную. Нет, ну, поскольку бой вступил бизнес-тренер и писатель Никита Непряхин, то, Никита, вот да, вот, соответственно, вам и вопрос. Может быть, действительно эта профессия откладывает определённый отпечаток, ну, так скажем, и на психоэмоциональную составляющую. И люди, переступая грани, может быть, ежедневно, занимаясь той работой, которой они занимаются, постепенно утрачивают вот это понятие, что можно, а что нельзя. И то же самое касается звёзд. Когда они находятся под пристальным вниманием и не знают, кто там из-за угла вывернет, то у них просто уже, ну, нервы не выдерживают. Ну, конечно, никакого, я думаю, профессионального этикета здесь быть не может, ибо сама функция папарацци — это снятие с подтяжка. Но я думаю, что в большинстве случаев перегибают и как звёзды, и так и папарацци. Почему нам интересно смотреть или стать там «Жёлтую газету», почему нам интересно «Экспресс-газету» или любые другие таблоиды? Потому что нам всегда интересно что-то тайное, что-то таинственное, что-то закрытое. Как только любой медиаперсонаж об этом открыто говорит, то есть если он говорит о том, что «я живу с тем-то», «я ем там-то», «я люблю то-то», это всё сразу становится неинтересно. Как только создаётся какая-то тайна, запретный плод, сразу интерес, поэтому я так думаю, что определённая провокация со стороны звезды, она есть всё равно, когда закрывается какая-то определённая область жизни. А когда она открыта, это уже неинтересно. Ну, это даже, знаете, это, мне кажется, такой некий ход. Сами артисты-то понимают, что интересно всегда то, что более скрыто. Тут идёт некая такая скрытая игра между папарацци и артистами в любом случае. Но давайте не будем лукавить. Многие истории, которые есть у артистов, они сами ими же придуманы в какой-то степени. Просто папарацци это раздуто больше. Настя, а знаете, за что я благодарна папарацци? Вот каждому из присутствующих здесь студий, знаете, за что? За то, что я понимаю, что будь то Мадонна или будь то наша звезда, они все люди земные. А значит, у них тоже есть ненакрашенное лицо, которое снимают вот эти люди, показывая, что они не всегда, понимаете ли, блещут макияжем и ретушью. У них есть целлюлит, простите, и каждая женщина, которая смотрит, допустим, экспресс-газету или другое издание, она видит, о, слушайте, так она из воды вышла, смотрите, ножки-то у неё какие-то с апельсиновой корочкой, ага, а и звезду из себя корчит. То есть создаётся ощущение, может быть, это ощущение, создаётся такое представление о том, что это нормальные, обычные люди, а не бог ты мой, что это такое вообще из себя. Совершенно, мне кажется, не обязательно показывать целлюлит или какие-то другие вещи, чтобы увидеть, что это живые люди. Не-не-не-не, ключевой момент именно в этом, потому что подсознательно любой читатель хочет понять, что вот эта вот звезда, она не лучше. И вот смотрите, давайте приведём два примера, давайте заснимем, например, Анастасию в момент, когда она выигрывает джекпот в казино, вот из-под тяжка. И у неё будут блестящие зубы, блеск в глазах, она будет восторженная. Кому интересно смотреть на счастливую Анастасию? Никому не интересно. Но если она нагнётся у неё, что-то вывалится, трусы ещё, если они ещё грязные будут, это вообще будет высший пилотаж. Потому что важно любому человеку понимать, что «а эта звезда хуже, чем я». Вот основная мотивка. Ну, простите, ну вот даже Настя, давайте посмотрим. Вот она пришла к нам сюда в студию, ну, мягко говоря, понимаете, не в платье, в пол там, да, не в глухом воротничке там. И то же самое мы имеем в виду, когда видим тех звёзд, которые находятся в совершенно раскристанном состоянии. Она же понимает, что если у неё нет нижнего белья, то это кто-нибудь обязательно увидит. Нижняя съёмка, и, пожалуйста, ты на виду у всех. Это ректимность. Вот ровным счётом, как в уголовном праве, есть такое понятие, что жертвы изнасилований сами провоцируют вот это преступление. И здесь точно такой же есть элемент и в этом. То есть я, зная, что меня могут подловить, тем не менее на это иду. Правильно так, Настя, получается, что ли? Ну, в какой-то степени да. В какой-то степени да. Ну, в любом случае, любой артист не даст соврать, что важна цитируемость. Чем больше будет упоминаний, это же хлеб. Это хлеб, и чем больше имиджа, тем больше роликов. Поэтому я и говорю, что мы без папораций, без людей, которые пишут такие статьи, никто. Они без нас. Точно так, потому что им просто не было бы. Я понимаю, зачем это надо вам. Я понимаю, да, там, Настя Крайнова, певица, вышла без нижнего белья, скандал на весь мир. Ай-яй-яй, посмотрите, Настя Крайнова, может, соберем больше денег на концертах. Зачем это нужно вот этим людям? Я не понимаю. Ну, хорошо, Женя Гусева, да, мы ее знаем прекрасно, да. Наш фотокорреспондент, человек, который честно выполняет задания не только на звездные тусовки, ходит. Да, у меня нет такой направленности, что я... Вот Инта, что, вот объясните мне, ну... Они же за это деньги получают. Они получают за это деньги. Вы знаете, у нас, к сожалению, это вот очень много говорится про Европу, про Америку, да. У них, конечно, это более все распространено. У них платится огромный гонорар. У них можно за одну фотографию Бритни Спирс, где там видно у нее без трусиков, да, можно получить порядка 15 тысяч долларов, да. Кстати, рекорд 3 с лишним миллиона фунтов стерлингов. Да, у нас такого нет, но у них тоже есть зарплата. К сожалению, у нас, конечно, фотографии там стоят по 100 долларов, там по 300 долларов, но такие есть. Поэтому это тоже некий зарплат. Чем интереснее сфотографировать, чем интереснее статья какая-то, у которой будут миллионные там просмотры, они тоже от этого получают какие-то деньги. Это так? Ну, извините, а вот вы поете, вы разве не получаете за это деньги? Конечно. Ну, вы же еще это делаете для души. Нам тоже нравится работать с журналистами. Так я же не говорю, что вам не нравится. Я согласна, абсолютно. А, Завченко, подловить человека вот именно в тот момент, то есть поймать этот кадр, увидеть эту секунду? Нет, нет, нет. Не один человек. Ты заработать деньги, тупо. Ну, вот. Да? Конечно. Потому что за это больше заплатят, нежели звезда там будет стоять у подъезда. Конечно. Ну, конечно, звезда у балера. Мы же знаем, что продается какой товар, поэтому мы это и снимаем. А не потому, что мы так плохо к этому человеку относимся. В другом издании эту фотографию у тебя просто не купят. Издания разные, поэтому... Нет, ну понятно, что если мы говорим об официальной прессе, где просто такие фотографии не могут появиться априори на страницах газет или журналов, это одно. Но вы же не ходите с этими фотографиями, не предлагаете их, как на базаре. Понимаете? Потому что мы правильно, вот Настя сказала про зарубежный опыт, да, за фотографию дочери Тома Круза в свое время предлагали, простите, 5 миллионов долларов. Да, за то, чтобы вот родившуюся малышку кто-то сфотографировал и, соответственно, в какой-нибудь журнал фотографии тиснул. 5 миллионов долларов. Мы понимаем, что человек один раз сфотографировал, на всю жизнь обеспечен. Ну, сколько вы можете заработать на этих фотографиях? Ну, понимаете, а... Конечно, в России столько не заработаешь, действительно. Поэтому я и говорю, что у нас уровень все-таки звезд. То есть у нас очень мало таких звезд, которых заплатят за такую гумбинцу фотку, и то ее практически не снять, да, там, за которые действительно заплатят очень много денег. Вот я и пытаюсь понять. Если мы говорим, что да, деньги, понятно, это работа, естественно, никто бесплатно ее делать не будет, понятно. Если не деньги, потому что это не те деньги, за которые нужно так рисковать, тогда за что? Не имя, потому что никто... Ответил же человек, нравится. Вот ему нравится писать, нравится писать статьи. Причем я наслышана о вас, что вы пишете очень хорошие статьи и очень интересные. Я не могу... Да, поэтому... Вот и все, помирились. Нет, нет, Настя уже так... Ази говорит, ази, если что, то... Нет, на самом деле я с папарацами никогда не ругаюсь и не хочу ругаться, да. Я могу высказать свое какое-то мнение, но это правильно, что мы зависим от вас, вы зависите от нас. Все. Мы нужны друг другу. Мы нужны друг другу. Но нельзя за рамки приличия переходить обеим сторонам. Нельзя, согласна, абсолютно. Но бывают какие-то моменты, да, вы сами прекрасно знаете. Я думаю, что у каждого из нас, да, есть какие-то моменты, которые мы хотим прикрыть за собой. Но, к сожалению, в определенный какой-то такой вот пиковый, да, шаг они выскакивают. Это бывает и у вас. Мы все не святые. Ну, согласитесь. Так, у нас остается чуть больше минуты до ухода на перерыв. Я хотела бы напомнить нашей телерадиоаудитории, кто здесь у нас в студии находится. Это Настя Крайнова, певица, бизнес-тренер-писатель Никита Непряхин, фотограф Ирина Васильевицкая. Также с нами в студии фотокорреспондент комсомольской правды Евгения Гусева, папарацци-экспресс-газеты Руслан Вороной и Ацакуштежурналист. И теперь я обращаюсь к нашей аудитории. Вы поняли, о чем мы говорим? Мы пытаемся понять, как строится взаимоотношение между звездными персонами и папарацци. А вот вопрос, который мне хотелось бы адресовать лично каждому из тех, кто нас слушает и смотрит. Скажите, а вот вам, лично вам нужна вся эта голая правда о звездах? Ну, или вообще вот такая правда, неприкрытая? Если вы говорите, что да, мне это интересно, мне это нужно, ну, честно, ответьте на этот вопрос. Мы будем проводить такое, знаете ли, исследование без имен и фамилий, так что можете смело звонить по одному из двух телефонов. Если вы говорите, что да, такая правда о звездах мне интересна, я с удовольствием слежу за тем, кто там в очередном скандале был замешан, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы говорите, что нет, звезда, ну, или медиаперсона, випперсона должна оставаться таковой, не сметь, понимаешь ли, руки тянуть к таким людям, вы звоните по телефону 637-65-20. И через 15 минут обязательно узнаем, кто прав. Комсомольская правда. Продолжается эфир на радио и телевидении Комсомольской правды. Мы еще раз приветствуем нашу радио и телеаудиторию. И сегодня здесь в борьбе схлестнулись две точки зрения. Ну, оно и понятно, борьба идет на таком поле, где пойди-ка разбери, кто прав, где виноват. С одной стороны, звезды, которые имеют право на личную жизнь, они не хотят, чтобы видели их ненакрашенные лица и несовершенные тела. С другой стороны, папарацци, для которых это вожделенный предмет. Ну, как вы понимаете, речь идет, конечно, о медиаперсонах и тех людях, которые пытаются всеми возможными и невозможными способами застать их в довольно пикантных ситуациях. От этого зависят их гонорары, ну и, конечно, в какой-то степени успех их издания. Итак, готовы ли вы, обращаясь я к нашей аудитории, узнать всю правду о звездах? Если вы говорите, да, такая правда мне нужна, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы говорите, нет, мне это совершенно неинтересно, я слежу только за творчеством звезд, вы звоните по телефону 637-65-20. И через 15 минут мы узнаем, какая часть нашей аудитории придерживается той или иной точки зрения. Ну, а здесь в студии мы сошлись в этой самой интеллектуальной схватке певица Настя Крайнова, бизнес-тренер и писатель Никита Непряхин, фотограф Ирина Васильевицкая. Так получилось, что именно по эту сторону у нас находятся те люди, которые отстаивают честь звезд. Ну, будем так говорить. Я не трален. Хорошо. А вот здесь те, кого звезды боятся. Это Евгения Гусева, фотокорреспондент комсомольской правды. Это папарацци-экспресс-газеты Руслан Вороной. И Ацакуштем, журналист. Но у нас все-таки есть свои домашние заготовки. Мы решили узнать, что по поводу папарацци думают москвичи и гости столицы. И именно с этим вопросом, как вы относитесь к людям этой профессии, мы к ним и обратились. Смотрим и слушаем. Как вы относитесь к папарацци? К папарацци? Вообще отрицательно. А почему? Ну, как почему? Зачем приставать к людям без их согласия? Каждый свою работу сам делает. Что же, это нормально. Они же по публичным людям пристают. А если человек публичный, он должен терпеть. А нет, значит, иди вон у станка, работай, и никто про тебя сдать не будет. Ну, вы знаете, смотря где снимают. Если меня сняли на улице или кого-то другое, почему нет? А если дома в обстановке, которая не подразумевает мешательство, тогда лучше не надо. Это как параллельно, можно так сказать. То есть вам вообще все равно? Можно сказать и так. Когда пресса не свободна, когда телевидение не свободна, когда и люди не свободны, надо папарацци. Чтобы хоть они что-нибудь там, это самое. К папарацци очень сложно. Значит, к хорошим репортерам отношусь хорошо. А к репортерам, которые не честные, не то что не честные, всякое высказывание можно истолковать по-разному. Вот те, которые истолковывают в плохом смысле, не уважаю. Что же, вот так относятся к профессии папарацци те, кому мы обращались на улицах Москвы. Кто-то видит в папарацци, что называется, чистильщиков леса. Мол, типа, звезды, чтобы не расслаблялись, понимаешь, понимали, что за ними следят. Ну, а самые хилые и слабые уходили в сторону. Ну, а кто-то, наоборот, считает, что это враги всего прекрасного, всего человечного, всего высокого. И я хочу обратить внимание на то, что ведь и закон защищает тех, кто считает себя пострадавшим от папарацци. Так, я напомню, еще в мае 2006 года Александр Абдулов вместе со своими коллегами, они начали просто-таки открытую войну с папарацци, и 30 артистов в то время подписали письмо обращения к президенту Путину. И результатом этого письма стала новая статья. Охрана изображения гражданина, она была добавлена в четвертую часть Гражданского кодекса России, призвана защищать виперсон от несанкционированного внедрения в их жизнь, и, согласно закону, запрещено обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина, в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен без согласия гражданина. То есть, проще говоря, без спроса поместить звезду на страницу газеты или журнала можно лишь в том случае, если кадр был сделан в публичном месте. Все остальное тут же попадает под эту статью. Вот для того, чтобы выяснить, все-таки работает ли эта статья, или это не более, чем написано на бумаге, мы дозвонились до юриста Ирины Юрьевны Тулупьевой, и сейчас она с нами на телефонной связи. Ирина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Но подскажите нам, все-таки в 2006 году была внесена эта новая статья, она действует с того времени? 6 лет все-таки прошло? Ну, вы не совсем правы. Эта статья была внесена действительно в Гражданский кодекс и вступила в силу действия 2008 года, 1 января 2008 года. Но до этой даты, в течение всего длительного периода, то есть несколько десятилетий, у нас была такая же почти что статья Гражданского кодекса РССР 64-го года, которая также охраняла изображение гражданина, то есть право на изображение охраняла. Статья работает, но, как вам сказать, дело в том, что статья работает не только тогда, когда она на бумаге записана, да, то есть зафиксирована, и когда они, так сказать, суды, какие-то, так сказать, присуждают или не присуждают что-либо виновных в пользу потерпевших, подпродавших, но и когда ответственность все-таки такова, что стимулирует не нарушать закон. Но что стимулирует? Большие штрафы стимулируют не нарушать законы? Или все-таки публичность определенная? Потому что мы понимаем, что зачастую это не более чем яркая показательная акция, и мне, говорят звезды, от папарацци ничего не надо, пусть заплатят одну копейку, такие случаи тоже бывали, там, или 10 рублей, и все, этого достаточно. Но мое имя будет обелено и честь не запятнана. Я понимаю, но дело в том, что, мне кажется, здесь все-таки немножко кривят душу и звезды, когда говорят, пусть папарацци заплатят одну копейку, скорее всего, это как раз от безысходности, потому что буквально суды присуждают как раз, ну, смешные суммы, понимаете? Не как на Западе. Поэтому, конечно же, когда артист идет, его и консультируют, когда артист хочет обратиться в суд, и мы объясняем, что суммы будут очень незначительными, понимаете? Ну, если действительно нужно судиться, тогда артисту тогда публично заявляет, что пусть он присудит копейку, ну, что он присудит, там, 10 рублей, например, да? То есть, в общем-то, это не стимулирует, не нарушает. Я еще хочу сказать, может, вас поправить. Дело в том, что публичная съемка, она тоже запрещена, то есть съемка в публичных местах, она запрещена, если основным объектом является как раз гражданин. То есть, если вы просто попали в кадр, на улице случайно, да, то есть, ну, как-то фоном идете, это такое изображение допускается. А если вы, ну, не знаю, там, выступаете на концерте и вас фотографируют без вашего согласия, то есть, если ваше изображение основное, как бы, ваше лицо в кадре основное, то там, неважно, публичное, так сказать, место, или не публичное, все равно изображение не функционировано. Спасибо. Адвокат Ирина Юрьевна Тулубева была с нами на телефонной связи. Но у меня сейчас вот вопрос к Настине. Скажите, пожалуйста, у вас как финансовое положение? Хорошее? Нормальное. Нормальное? Мне хватает. Я вот к чему спросила. Вы смотрите, какая замечательная возможность есть у звезд, которые хотят свое финансовое положение поправить. Ведь не секрет, что, вот это мы сейчас слышали, на любом мероприятии, будет даже вполне официальный концерт, человек может зайти за кулисы, или вот как здесь у нас студия, да, вот фотоаппарат есть. Я... Прошу вас, вам удобно будет встать? Нет? Неудобно? Удобно? Да. А зачем вы эту юбочку вот так вот идете? Ну, она меня поднимает. Нет, подождите. Поэтому я ее опускаю. Вы смотрите, вы на концерте. У вас как наряд, он соответствует тому, что мы сейчас... Ну, примерно. У меня все всегда прикрыто, поэтому я не переживаю, с какой бы меня со стороны не сфотографировали. Да, вы же... Подождите, а почему, собственно? А-а-а! А что вам не нравится? А что вас не устраивает? Что вас не устраивает? Я как раз и говорила про нижнюю... Нет, подождите, про нижнюю точку. Вот как раз... Вы находитесь в студии радиотелевидения «Комсомольская правда». Здесь официальные наши фотографы, наши журналисты. Вы дали согласие на... Нет, как это вообще? Вы смотрите, какая... Я к чему это говорю? Замечательная возможность. Сейчас вы можете встать и сказать... Знаете что, ребята, я согласие на съемку не давала. И поэтому мы делаем следующим образом. Я подаю на вас в суд. И вообще, знаете ли, мое нижнее белье белое, там, по-моему, в черную точечку, оно никого не... Совсем не в черную точечку. Ну не важно. Какое-то красновато-рыженькое. Красновато-рыженькое. Мое нижнее белье белое в красновато-рыжую точку, оно вас вообще не касается. И дальше вы подаете иск в суд, и дальше начинается большая финансовая тяжба. Буквально накануне я была тоже на программе, где обсуждалась как раз-таки такая же история. И Яна Рудковская рассказывала о том, что... Да, я подавала, по-моему, даже на экспресс-газету, если я не ошибаюсь. Она подала в суд, да, шел в суд, она заплатила своему адвокату. Ей это все стало порядка, там, 100 тысяч. Типа ей присудили. А за адвоката, говорит, я отдала порядка 150. И что, и какая мне выгода? Я, говорит, переплачиваю еще и адвокатам, что получается, что... Ничего, получается, я переплатила, ничего не получила, ну, там, чуть-чуть окупился, у меня адвокат, и все. А нервы, вы к психоаналитику ходите? Нет. Понятно, к психологу тоже не ходите? Нет, у меня есть в порядке с этим. Нервы, вот как людям, понимаете ли, совсем вот этим жить, а? Вот как существовать несчастным звездам, о которых мы сейчас слышали от нашей аудитории на улицах Москвы, которые сказали, что не нравится, что вмешивается в частную жизнь, пусть идут шпалы, понимаешь ли, разгружать, и вагоны тоже. Ну, так вот, как им жить в такой напряженной ситуации, а? Я думаю, что любой медийный персонаж или публичный, это же не обязательно певец должен быть, да? Вот я, например, работаю с бизнесом в основном и провожу тренинги по публичному. И даже если это топ-менеджер, которого мы готовим, условно говоря, к съемке на том или ином канале, или на выступлении на конференции, я точно так же проговариваю мысль о том, что как только ты выходишь на сцену, ты уже медийный персонаж, ты уже публичная персона. И нельзя требовать от журналистов, чтобы тебя снимали только так, чтобы ты выходил всегда красивым, стройным, тебя могут поймать как угодно. Кстати, аудитория в этом плане, я всегда провожу аналогию, обычная аудитория, аудитория точно такая же папарацци. Практика показывает, что запоминают самые нелепые позы у любого выступающего. Вот какую-то вот такую или такую. Поэтому, конечно, публичному человеку нужно обязательно понимать, что как только ты становишься публичным, есть возможность, что тебя будет снимать. Но, на мой взгляд, здесь самый важный вопрос, все-таки он вне русля гражданского кодекса, а он все равно останется всегда в русле морали и нравственности. А вот русло морали и нравственности, его нельзя как-то задокументировать или сделать в нормативном порядке. Вот, например, условно говоря, давайте вот будем понимать. Вот, допустим, папарацци, которые снимали принцессу Диану там с какого-то Доди Альфаеда, да, его звали. Вот про тот снимок, про который вот я вспомнил, он что-то около там трех с чем-то миллионов фунтов стерлингов стоил. Вот здесь мораль и нравственность есть какая-то? Ну, наверное, это обоснованно, да? Принцесса Диана – это публичный персонаж, политический персонаж, государственный персонаж. И, наверное, если она что-то скрывает из своей личной жизни, с кем-то она там на яхтах проходит, это, наверное, не очень этично. Вот сняли эту фотографию. Здесь мораль и нравственность есть? Ну, наверное, да. А вот давайте теперь посмотрим. А вот те папарацци, которые снимали Майкла Джексона, которого там труп вывозили, и вот чем пошлее кадр, причем старались сделать так, чтобы были засняты гениталии и прочее-прочее. А вот здесь мораль и нравственность есть. Я думаю, что вот эти две ситуации, они и показывают, что мы никогда не придем к единому мнению и не определим, кто прав – звезда, папарацци или еще кто-то, пока мы действительно этикет и эти нормы морали и нравственности не определим. А в этом может помочь только зритель. Поэтому я думаю, что тот вопрос, который вы задавали, он самый важный и ключевой. Потому что я, например, никогда не куплю газету, где будут гениталии Майкла Джексона. Согласитесь, у каждого мораль своя. Вы понимаете, я сейчас скажу одну удивительную вещь. По всем опросам, это я вот привожу, это просто вот, это уже азбучная истина. По всем опросам лидирует, ну вот таким опросом на предмет, какой телеканал вы смотрите, лидирует, как правило, телеканал «Культура». Рейтинг у телеканала «Культура» 0,00, а потому что человеку как-то, как это я скажу, что я смотрю какое-то другое, понимаете. То же самое про газеты. Как это я скажу, что я покупаю эспрессо, да вы что, да сейчас на меня там посмотрят. Понимаете, тайком покупают, берут, читают, спрос есть, интерес есть, миллионные тиражи есть, понимаете. Но никто не признается, что он под подушкой тайком в метро или еще где-то покупает это издание и смотрит его. А вы не исключаете тот факт, что возможно, что причина, что следствие? Может быть, наоборот, влиять по-другому и формировать культуру, не ориентируясь на желание и потребности аудитории, а каким-то образом внедряя нормы морали и нравственности сами СМИ? Я вас умоляю, Шон Пен, да, замечательный, великолепный, великий Шон Пен. В 1986 году во время съемок фильма «Шанхайский сюрприз» обнаружил у себя в номере папарацци. Решил повесить его головой вниз с балкона на девятом этаже. Да? То есть мы сейчас не говорим там о звездах наших. Ну, там, добежал, попинал ногами, ну, Женя, разорвали колодки, хотя бы пусть я плачу. Отряхнулся, пошел дальше. Да, тряхнулся, пошел дальше. Там на пешеходном переходе, понимаешь ли, не справился с управлением, извинился, пожал руку, сказал извини, ну, что делать, спешил на съемки, пошел дальше. Ладно, мы это оставляем. Но, понимаете, то, что, как получается, то, что дозволено им, не дозволено всем остальным, или что им дозволено, то позвольте, тогда уж и нам тоже. А я думаю, это другая ситуация. Шон Пен все-таки сравнивать Шона Пена и Меладзе, это разные вещи. Не, не, а я могу сказать, почему. Потому что реакция человека на любое событие, она обусловлена, сколько его тюкают, капают, капают, капают. Да, я думаю, что сравнивать, сколько там за среднестатистической поп-звездой российской гоняются. Ну, один раз там где-то вот на какой-то тусовке сфотографировали. Сфотографировали. Секундочку, я хочу спросить у наших режиссеров, я вижу, что у нас заканчивается время, мы можем продолжить наш разговор? Можем. Спасибо огромное, да, потому что я тут оказалась в таком небольшом временном вакууме. По всем часам мы уже должны сказать друг другу спасибо и расстаться. Но, видите, наш разговор заинтересовал аудиторию. Кстати, я хотела бы также, чтобы обратили внимание на результаты опроса. Еще раз напомню, если вам нужна вся правда о звездах, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы говорите, нет, такая правда мне не нужна, вы звоните по телефону 637-65-20. Мы очень к важной, вот сейчас к очень важной теме обращаемся. Что позволительно медиаперсонам и что им не позволительно? Как они видят вот Женю, как они видят, допустим, Ацу, как они видят Руслана? Это кто? Это их, я не знаю, обслуга, которая им создает определенный имидж. Неважно, там, бузотера, какого-нибудь там пройдохи, я не знаю, там, ловеласы или еще чего-то. То есть та же обслуга. Или это, ну, то есть точнее, это люди, которые им служат. Или это равные с ним личности. Вот понимаете, вот этот момент мы не обсудили. Вот они кто для них? Вот эти люди для звезд кто? Это вопрос ко мне? Вам, конечно. Вы же с бизнес-персонами-то общаетесь. Вот для бизнесмена тех, кто у него. Давайте сразу разделим, вот отделим мух от котлет. Я думаю, что если мы говорим про медиаперсон, которые являются работниками шоу-бизнеса, это, ну, действительно замкнутый круг. Я думаю, что Анастасия согласится. Если мы говорим про политиков, депутатов или еще кого-то, я думаю, что основная публичность и известность набирается не за счет вот этих вот газет, бульварных, вообще-то. Я не соглашусь. Вы знаете, я метрофановую вижу на съемках больше, чем остальных артистов. Давайте мы будем говорить про политиков. Я здесь ключевой момент говорю. Политики или бизнесмены? Какая разница? Разницы нету. Они очень, все хотят пиар, все хотят быть популярными. Неважно, это бизнесмен ли, это звезда ли, это все хотят быть популярными. От этого никуда не уйти. Это чисто ваше субъективное мнение, и мое точно так же. Но, вот, например, если спросить наших журналистов, фотографов... Съемочный день напрямую зависит артиста от того, от публикации, сколько публикаций в СМИ. Конечно, интерес к человеку зависит от этого же. Правильно? Конечно. Правильно. Соответственно, наша популярность делают эти люди. Кроме того, конечно, не убираем тот фактор, что, например, для музыканта, как для меня, очень важен фактор того, что у меня хорошая музыка, что ее слушают, что она нравится. Конечно, этот фактор есть. Но все равно пиар пресса делает очень большой рывок вверх. Настя, ну тогда вопрос вам. Поскольку вы признались, что, да, действительно, вы заинтересованы вот в этих людях, которые сидят по эту сторону, баррикад по правую интеллектуальную руку, ну тогда скажите мне, пожалуйста, если в экспресс-газете появится фотография, которую Руслан сделал буквально несколько минут назад с белым, рыжим, красным и так далее, вы начнете возмущаться? Или это для вас лишний повод, чтобы увидели, кто есть певица Настя Крайнов, пусть даже в не очень неприятной ситуации, с, возможно, целлюлитом там опять тем же? Честно, знаете, да, мы все люди, у нас у всех все есть. Откровенно говоря, да, мне сейчас вот честно, мне, конечно, было некомфортно, мне не понравилось. Наверное, я раньше не замечала, что вот так вот можно прям, ну вот настолько. Сейчас меня это в некой степени чуть-чуть оскорбило. Вот. Но, ну появится, ну появится. Ну что я могу сделать? Ну вот, ну, я все равно, я медийная личность, да, я от этого никуда не убегу. Хорошо, здесь он меня сфотографировал, я пойду на мероприятие какое-то, я точно так же встану, он точно так же подлезет с камеры, точно так, если он захочет, он сделает это. Поэтому от этого никуда не убегу. Да, неприятно, да. Судиться не буду, честно, не буду. Не хочу тратить деньги, не хочу разбить человеку нос, зачем мне это надо. Никогда не пользовалась такими. Скажу просто, что, ну, мне неприятно все. Я думаю, если человеку там что-то не понравится, то он удалит второе. Не, ну, не удалит, ну, на его совести. Понятно, Женя. В любом случае, все-таки вы в какой-то степени тоже провоцируете нас. Если бы вы пришли и в длинной юбке, прикрывшись, уже не было бы стремления сделать вот так. Почему я должна для вас, скажите, пожалуйста, одеваться? Ну, вот почему? Мы просто должны помнить, что трусы на обложке — это не всегда зло. Да нет, я тут уже не знаю, спасибо, это финал нашего разговора. Уважаемые, трусы на обложке не всегда зло. Однако наша аудитория придерживается другой точки зрения. На вопрос, вот, интересно ли вам вся правда о звездах, только 8% нашей аудитории сказала «да», интересно. И 92% сказали «нет, извините, мы хотим видеть, что они творят, что они пишут, как они поют», ну, и так далее. Так что огромное спасибо нашим гостям. Вот такая у нас интеллектуальная аудитория подобралась. Настя Крайнова, Никита Непряхин, Ирина Васильевицкая, Евгения Гусева, Руслан Воронов и Ацакаштэ, Вороной, простите, и Ацакаштэ были с нами в студии, но также и я, Елена Фойна. Спасибо огромное всем, кто был в течение этого часа вместе с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok